Пока тебя отвлекают падением цены биткоина из-за паники вокруг USDT и из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, Microsoft только что сделала неожиданный шаг, который изменит все для биткоина. Это была безумная неделя, которая заканчивается не менее безумными новостями. Давай обсудим все важные события недели и то, к чему они приведут. И сделаем это сразу же после того, как ты передашь за проезд. Проезд у нас стоит 1 лайк коин. Передал? Большое спасибо за поддержку. И помни, это не финансовый совет. Я всего лишь парень из интернета, который собирает публичную информацию в кучу и подает в компактной форме. Итак, биткоин падал до 65 тысяч долларов. И что примечательно, эта отметка находится на верхней границе этого канала, в котором мы находимся с марта этого года. Мы уже дважды протестировали эту границу и это дает надежду на отскок вверх. И если это не будет фальшивым пробитием, то скорее всего мы пойдем на новые исторические пики. Почему мы не сделали это сразу? Потому что есть два события на рынке, которые нам помешали. Первое. Биткоин падает из-за того, что Израиль начинает атаку на Иран и атакуют ядерные объекты Ирана. Второе. Из Соединенных Штатов доносятся панические известия о том, что тезер USDT скоро будет под атакой регуляторов. Альткоины реагируют на все эти новости похожим образом. Если сравнить биткоин и Солану, например, мы видим буквально одинаковые движения. Слева Солана, справа биткоин. Очень похожие графики. В-образное восстановление, которое немного затормозилось на фоне новостей про USDT и Иран. Есть еще пара моментов. Когда тезер печатают, покупай. Когда начинается паника вокруг тезера, тоже покупай. Ведь в прошлый раз, когда раздували такую же панику вокруг тезера, это было сигналом достижения локального дна. Это происходит буквально каждый раз перед большим движением. Вверх. Wall Street Journal сообщает, что Минфин США якобы рассматривает возможность санкций против тезера USDT. Неужели они хотят выстрелить в собственное же колено? Ведь Минфин США должен быть благодарен за существование тезера, так как тезер седьмой по величине покупатель облигаций США. Не нужно бить по покупателям собственного же долга. Несмотря на заявление сео-тезера Паоло Ардаина о том, что никаких официальных расследований не проводится, вероятность введения санкций остается, что и влияет на настроение инвесторов и усиливает неопределенность на рынке. А мы не раз говорили о том, что инвесторы не любят неопределенность. Как по мне, некто просто придумал панический повод для манипулирования рынком и протолкнул его через Wall Street Journal. В прошлом видео мы говорили о том, что крупнейшие центральные банки заявили о необходимости удерживать цену биткоина от роста и, видимо, они пытаются это делать прямо сейчас. Причем не где-нибудь, а на краю этого коридора, в котором мы находимся уже 8 месяцев. Для меня такие плохие новости это еще один повод купить биткоин. Теперь поговорим о стейблкоинах, раз мы уже остановились на этой теме. Неужели у тезера все так плохо, как нам пытаются показать? Это доминирование разных стейблкоинов на рынке. Тезер обозначен светло-зеленым цветом и он по-прежнему является явным лидером по количеству транзакций. Хотя USDC тоже растет. Интересно, что USDC используется больше для микротранзакций, в то время как через тезер проводят транзакции с большими суммами. Но что еще более интересно, так это вот этот график. Это те, кто держит казначейские облигации США. Крупнейшие держатели Япония, Китай и Великобритания. Но в этот список входят эмитенты стейблкоинов, в том числе и тезер USDT. Они обозначены вот этим зеленым цветом вот здесь. Стейблкоины входят в список крупнейших держателей американских облигаций. Так что казначейство США на самом деле нуждается в тезере больше, чем они думают. И надеюсь, однажды они это поймут. Криптоквант сегодня написали вероятным использование биткоина в качестве валюты к концу 2030 года. Они также поделились вот этим графиком хешрейта биткоина, который показывает сложность майнинга биткоина и отражает интенсивность конкуренции среди майнеров. Исходя из этого графика, очевидно, что майнеры уже пришли в себя после халвинга биткоина, учитывая, что хешрейт достигает исторического пика. За последние три года хешрейт вырос на 400%. В старые времена можно было майнить биткоин на старом компьютере. Ну а сейчас для этого нужна целая армия асиков. К сожалению, для держателей эфириума эфир достиг многолетних минимумов по отношению к биткоину. Все прибыли с апреля 2021 года были стерты 58% падением. Что интересно, так это то, что апрель 2021 года был началом последнего бычьего цикла вот здесь. И теперь мы находимся на том же уровне. Разворот этого графика должен последовать после того, как доминирование биткоина достигнет своего пика. Ну а пока что доминирование биткоина приближается к отметкам, которых мы не видели с марта 2021. И пока доминирование биткоина будет расти, график эфириума по отношению к биткоину продолжит падать. Я обычно стараюсь подбирать фундаментальные проекты, когда коррекция их цены достигает уровня 0.78 по Fibonacci. А это где-то 0.024 эфира за биткоин. Я бы с удовольствием купил бы по такой отметке. Кстати, еще один интересный график это Солана против Кардана. Раньше один Кардана стоил 4 Соланы, а теперь за одну Солану дают 500 Кардана. Тем, кто выбрал не ту лошадь, смотреть на этот график больно. Но я пытался еще с 2023 года обратить твое внимание на Солану. Также на этой неделе произошло еще одно крупное событие для Соланы. Сеть Соланы достигла 9,4 миллиона пользователей в день. Это более чем в 3 раза больше, чем у ближайшего конкурента. Near Protocol 3,3 миллиона. Затем Tron 2,1 миллиона пользователей. У Соланы в 366 раз больше пользователей, чем у Кардана. И в 24 раза больше, чем у Эфириума. Но при этом рыночная капитализация Соланы составляет лишь небольшую часть от капитализации Эфириума. А это означает, что у Соланы еще есть место для роста. И кстати говоря, если говорить об экономической ценности, которая учитывает сборы за транзакции, а также комиссии за МИВИ, Солана снова достигла нового исторического максимума, как ты видишь на этом графике. Это значительное достижение для ее сети. Люди думали, что Солана не сможет даже голову поднять, так как стоимость транзакции составляла всего лишь 0,002 доллара, буквально доли цента. Как же они это компенсируют? Они компенсировали это объемом более чем 50 миллионов транзакций. Так и появляется экономическая ценность. Наш криптопрокси в мире акций, микростратегия, вот-вот обгонит Coinbase по рыночной капитализации. Для того, чтобы превзойти рыночную капитализацию Coinbase, им осталось набрать всего 3,9 миллиарда долларов капитализации. Все, что нам нужно, это небольшой скачок в цене биткоина, и микростратегия легко обгонит Coinbase. Принятие биткоина, как мы видим, дает свои плоды. Это даже заметили в Microsoft. Компания спрашивает у своих акционеров, стоит ли инвестировать в биткоин. Такой вопрос у нее возник, когда она изучала микростратегию. Микростратегия, пишет Microsoft, это технокомпания, как и Microsoft. Но в отличие от Microsoft, она держит биткоин на своем балансе. Благодаря этому, акции микростратегии превзошли акции Microsoft на 313%, несмотря на то, что микростратегия делает лишь долю того, что делает Microsoft. Также Microsoft подчеркивает, что вторым крупнейшим держателем акций Microsoft является BlackRock, управляющий активами, которые предлагает своим клиентам биткоин ETF. Далее Microsoft уже сравнивает биткоин с корпоративными облигациями, говоря, что при падении доходной ставки облигаций, биткоин становится великолепным, если не лучшим хеджем против инфляции. И здесь самое главное. Microsoft говорит, что компании должны задуматься о том, чтобы вложить хотя бы 1% своих активов в биткоин. Вот это нужно подчеркнуть красным. У Microsoft 512 миллиардов долларов в активах. 1% от этого числа это 5,12 миллиарда долларов, и это лишь одна компания. На это уже отреагировал Майкл Сейлор, CEO микростратегии. Он сказал, эй, Сатья Наделла, это генеральный директор Microsoft, Если хочешь заработать следующий триллион для акционеров Microsoft, позвони мне. Интересные движения. Вероятно, в скором времени мы можем увидеть, как техногиганты будут вкладывать минимум 1% своих активов в биткоин. Это очень большие новости. Кстати, хедж-фонд Керрисдейл Кэпитал шортил акции микростратегии на 3 миллиарда долларов. Представляю, с каким лицом он сейчас смотрит на график микростратегии. И раз мы уже говорим о хедж-фондах, это тоже интересно. Сейчас есть 2 акции, которые обросли рекордными шорт-позициями. Это Exxon и Tesla. Похоже, они очень не любят и Tesla, и Exxon. А я уже не раз говорил, что часто так бывает, когда наиболее нелюбимые активы в итоге показывают отличные результаты. Так недавно не любили Solano, она выросла с 10 долларов до 140. Сейчас также не любят Ethereum, а это делает меня оптимистом по отношению к эфиру. В любом случае, шортисты Tesla сегодня несчастливые. С начала января 2023 года Tesla выросла на 166%, но она все еще далека от своих исторических пиков. Но теперь рынок начинает видеть ценность в Tesla. С опозданием. Но еще и не поздно, ведь мы еще не достигли предыдущих исторических пиков. Интересный для Tesla график под названием FSD. Это полное самоуправляемое вождение. Мы видим, что эта технология развивается стремительно. И это означает, что по мере того, как Tesla собирает больше данных и допиливает свое ПО, FSD становится все лучше, надежнее и быстрее. Также мы видим, что развитие этих технологий взрывается экспоненциальной параболой. Два дня назад Tesla также отчиталась о прибылях за этот квартал, которые оказались значительно выше ожиданий. Это один из лучших отчетов о прибылях за долгое время. В результате акции Tesla показали год кэндл, а состояние Илона Маска выросло на 26 миллиардов долларов за день. Сегодня наверняка оно выросло еще. Теперь отрыв между первым и вторым в списке самых богатых людей в мире составляет уже 60 миллиардов долларов. Еще одна новость, которая связана с Tesla, она тоже позитивная. Строительство будущего завода Tesla Megapack в Шанхае завершено на 80% всего спустя 5 месяцев после начала строительства. Их новый завод в Шанхае будет в 2-3 раза больше, чем похожий завод Tesla в Ла-Тропе, Калифорния. В начале завод будет производить в 2 раза больше гигаватт-часов, чем завод в Ла-Тропе, но затем они планируют довести мощность до 50 и даже 100 гигаватт-часов. Все ради зеленого будущего. Поражает скорость строительства объекта. Калифорнийскому проекту понадобилось 14 месяцев от начала закладки фундамента до производства. Шанхайскому же понадобилось всего 7-8 месяцев, что в 2 раза меньше. Все эти новости ведут к неплохому росту акций Tesla. Видимо, от таких успехов и взрывается Boeing. Сначала их самолеты, а теперь еще и спутник взорвался на орбите, наполнив космос обломками и мусором. Это был Intel SAT 33E, и он не был застрахован, когда внезапно разлетелся на 20 частей. Это не очень хорошо влияет на акции Boeing, которые в этом году только и делают, что падают. Говоря о других компаниях, связанных с искусственным интеллектом, вспоминается NVIDIA, которая, в отличие от Tesla, работающей над AGI, создает Core AI. То есть компания делает машины, поддерживающие LLM и так далее. NVIDIA выросла почти на 1000% с января 2023 года. Почему это интересно? Потому что, по моему мнению, график Tesla будет выглядеть так же через 2 года, как раз таки из-за вовлеченности Tesla в искусственный интеллект. Согласно данным Apollo, NVIDIA теперь стоит более 3,5 триллионов долларов. Это значит, что капитализация компании больше, чем общая рыночная стоимость 5 стран из большой семерки. NVIDIA теперь также стоит в 4 раза больше всей фондовой биржи Италии и больше половины всей фондовой биржи Японии. Если бы NVIDIA была фондовым индексом, она была бы шестым по величине индексом на планете. Она также составляет более 7,5% всей рыночной капитализации S&P 500. Нью-Йоркская фондовая биржа расширяет рабочий день до 22 часов в сутки. Однажды они дойдут таки до уровня криптовалютного рынка, когда торги не останавливаются ни на секунду. Крипта уже работает 24 на 7 и традиционный финансовый мир пытается догнать ее, судя по этим новостям. Еще одна новость. Золото все еще растет, достигая исторических пиков. Инвесторы хеджируются от инфляции, геополитических рисков и обесценивания фиата. Биткоин пока что все еще отстает от золота. Он был готов вырваться из этого коридора, но манипулятивные новости и Европейский Центральный Банк решили изо всех сил сдерживать его цену, которая, по их мнению, ведет к социальному расколу. Да, биткоин показал отличные результаты за последние две недели. Сейчас он находится на уровне 67 тысяч долларов, но ранее он достигал 69 тысяч. Он упал из-за паники вокруг тезера. Но помни, что сейчас выходные, а на выходных криптовалюта обычно растет. И рано или поздно, но биткоин должен пойти за золотом. Мы видим множество технических индикаторов, которые указывают на это. Кроме этого, Народный Банк Китая продолжает снижать ставки, на этот раз на 25 базисных пунктов. Вслед за ним и Банк Канады понизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов. Это начинает происходить по всему миру. Естественно, дешевеющий фиат будет влиять на рынки и биткоин. Робин Брукс пишет, Китай четко дает понять, что его основное оружие в ответ на ужесточение тарифов Трампа – это крупное удешевление юаня. Это может изменить правила игры после выборов. Собственно говоря, мы наблюдаем нечто похожее и с рублем, который в недавнее время тоже несколько ослаб. Эксперты говорят, что это сделано намеренно, так как это выгодно. Далее Робин Брукс пишет, если Трамп выиграет, то курс доллар и иена достигнет не 120, а 200 пунктов. Эти выборы окажут значительное влияние на валютные курсы и фиатные деньги по всему миру, что по-любому должно будет отразиться на биткоине. Ведь если фиатные валюты дешевеют, то биткоин дорожает. Еще один фактор, который влияет на фиат по всему миру – это вступление Индонезии в Брикс. И я знаю, многие люди говорят, что Брикс – это ничего, что это просто сборище мошеннических стран. Тем не менее, мы говорим не про политику, а про экономику. И Индонезия – это огромная страна, топ-6 или топ-8 по населению. И она начала процесс вступления в Брикс. Это окажет влияние на состояние фиатных валют. Так что мы видим множество конкурентов. Биткоин, доллар США, юань, валюта Брикс. В конечном счете, именно поэтому мы за биткоин. Потому что он победит всех, дамы и господа. Победа будет за биткоином, децентрализованными финансами, веб 3.0 и нашей финансовой свободой. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok